день добрый дорогие друзья дорогие наши подписчики наши клиенты наши конкуренты всем огромный привет из зимней но солнечной алании сегодня 27 акте господи января на дворе солнце светит греет наши души но не тела к сожалению у меня сегодня для вас очень интересная тема тема маникюра педикюра и открытия салона иностранцами вы знаете здесь была они в анталии на средиземноморье эта профессия очень популярна среди наших потому что турецкие мастера абсолютно не умеют делать не шлак гель акрил и так далее поэтому среди наших эта профессия здесь очень популярна кто-то на дому работает кто-то так как сегодняшняя наша героиня и так иностранка юлия открыла профессиональный салон самый-самый большой полание самом центре в самом сердце на улице ататюрка вот здесь как раз напротив меня и через пару минут мы будем там половина клиенток нашей компании всегда спрашивает вот я владею навыками маникюра и педикюра переехав сюда на постоянное место жительства как я смогу себя реализовать тема дамы для вас и мужья слушайте внимательно а я пошла в салон итак дорогие мои мы находимся в студии профессионального маникюра педикюра queen names наилс и вольт мил куилт queen names это королева ногтей юлия приятно познакомиться юлия откуда родом и я с украины из донецка очень приятно сколько лет турции пятнадцатый год машааллах и гражданство есть уже позамуешь то муж у нас торг я юлию знаю больше 11 лет уже плюс-минус и за этот период как раз могу сказать что очень четко просматривается динамика профессионального роста человека когда мы познакомились юля работала на дому для себя следующий этап был если я правильно помню через несколько лет это салон вы арендовали в своем ситэп коттеджном поселке и в третий этап это я не скажу что это пик юля нас всегда движется вперед тебя пытается все вперед вперед идти то есть открытие профессионального салона у меня к вам вопрос откуда растут ноги откуда в нашем случае растут ногти то есть с чего это все начиналось как родилась идея как вы пришли вот до сегодняшнего уровня хорошо расскажу мою историю в принципе когда переехал в турцию я уже не думал что я буду заниматься я очень довольна таки у себя дома была очень успешным мастером у меня была своя деятельность у меня был свой кабинет маникюра я работала сначала большом салоне потом работала для себя вот так вышла я вышла замуж и переехала жить в турцию для начала в принципе начала работать моя дочь на дому и я как бы подхватив клиентов она еще тогда виза невозможно было делать она уезжала приезжала я подхватив клиентов какой-то период делала ногти потом она приехала и она начала делать у нас мужем мужа моего был другой бизнес вот и когда мы его продали решили дум подумали что нам делать я говорю стоп я в этом очень хорошо разбираюсь и решили открыть продажу профессиональной ногтевой продукции для профи для мань для маникюрных салонов для для куаферов в турции вот как бы привезла я сюда несколько марок одну марку привезла в турцию они еще ничего не знали знали только сенди и таки да думала работать принципе думала работать в стамбуле но стамбул для меня не зашел очень тяжело прожив там 26 дней я сказала вернувшись в аланию скажу сказала мужа ты не обижайся но снова у меня поедет почему из-за погодных условий нет очень очень тяжелая атмосфера очень много энергии для меня это тяжело и как-то вот ну не знаю мне тяжело было там все из-за того что из-за людей из-за скучности вот ритма вот переехали сюда и не переехали вернулись домой открыли офис я говорю давай открывать офис здесь и так получилось что в моем сете было свободное помещение давай здесь откроем поставила два стола дочь продолжала работать с клиентами для я думаю для тестирования потому что новых много продуктов буду тестировать пусть будет но потом как-то разрослось а вот разрослось хотя в стамбул продолжала ездить продолжала рекламировать у нас идет продажи то есть я продаю я по всей турции продаю продукцию старые клиенты ну в общем то в этой сфере я в турции можно сказать точно так же у истоков у начала я знаю все здесь фирма кто чем занимается как они что у меня тоже очень многие знают вот что вот разрослось разрослось потом к нам пришла девочка она решила вернуться в профессию она тоже здесь очень давно в турции моя мой мастер на час в отпуске вот она решила пришла говорит я хочу в профессию вернуться можно я посмотрю говорит буду ходить и смотреть как вы работаете ну а мы после лета такие уже уставшие с дочерью говорю ну приходи конечно смотри ну вот она ходила каждый раз 8 утра она приходила на работу смотрела как вот как мы работаем что мы делаем потому что она принципе ее первая профессия мастер она тоже 15 лет говорит я не работала решила вернуться в профессию ну давай и заходят клиенты я говорю хочешь она говорит ну давай ну и вот так вот поставили ей стол туда в маленький наш салон ты знаешь 3 поставили как-то вот после нее так и началось что решила я вот ездила по городу и решила больше помещения взять переехать центр так и получилось мастеров своих я конечно собирала два года два года я собирала всех своих мастеров вот по чуть-чуть сначала мы первый сезон отработали втроем потом к нам пришла еще мои ученики в принципе здесь все мои ученики работают да девочки которые когда-либо ко мне на обучение приходили потом я смотрю хорошие руки будем продолжать то есть я сказала про мастеров смотрю сейчас на работающих девчонок сколько работает человек здесь почему спрашиваю вижу славянские лица то есть те кто сюда переезжают вот я наш ролик начала половина моих клиентов и моих коллег все так или иначе умеют заниматься ногтями вот я приеду и буду или дома сделать тоже приходила или в студии буду делать и соответственно вот это настолько актуальная тема и всегда мне спрашивают работается ли официально гражданство нужно если я получу вид на жительство могу ли я работать как у вас обстоит дела с гражданами турцами или со славянами вижу 2 столицы славянские оформляете ли вы рабочую визу вот вот по документации интересно ну вот скажу следующее значит я говорю буквально сегодня ко мне тоже пришла с улицы мастер и говорит вот вот у вас тут я слышала работают русскоговорящие можно ли у вас работать вот первый вопрос у меня конечно такое наличие гражданства мои девочки имеют гражданство они здесь уже долго в турции находится а не справа для дозвала по замужеству но с гражданство почему я и говорю я их собирала два года этих мастеров собирала вот была у нас и турецкий мастер работала но так как мы разговариваем все по-русски конечно им трудно с нами здесь немножечко трудно хотя хорошие мастера есть в турции от турчанки вот и принципе иностранцев не беру почему бы вы не можете рабочую визу ваша официальная ну рабочая виза рабочая виза так как я разговаривала с одной своей знакомой ей в последний раз отказали в рабочей визе она все время открывала сказали что турция таких специалистов не нуждается то есть именно на эту отрасль не да да то есть я это это вот разговор который последний раз мы с ней разговаривали по телефону она позвонила и вот говорит представляешь я вот так и так вот такая вот вышла то есть как зарезюмирую как официальная организация вы можете оформить рабочую визу но так как государство но я думаю что от конца может быть может быть мы можем работать оформить рабочую визу при наличии пятерых как говорится но турецко подданных скорее всего я думаю тогда вы наверное можно было в принципе я не вникала в этот вопрос потому что она работает как бы она работала там от большой фирмы и ей нужна была рабочка в общем для того что как по ее специальности ей отказали что не нуждается в общем-то а я так думаю что для если есть конечно 5 трудоустроенных турков то наверное все таки дадут визу но опять же 5 трудоустроенных турка вы знаете да это вопрос этот всегда когда вы принимаете мастеров на работу что требуется дипломы сертификаты на что вы обращаете внимание я конечно обращаю внимание на руки какие руки первую очередь диплом то мы можем послать то есть в турции в принципе в любой отрасли дипломы не нужны смотрят по факту на то как вы работаете юля уже как турчанка коренная также смотрит по факту на руку по факту на руки но напрасно у меня между прочим вчера муж сидел и бегущей строкой когда были новости он прочитал бегущая строка что значит салоны куаферы все гюзелики которые бьюти-центры чтобы теперь открыть нужен сертификат турецкого образца и на ту деятельность которую ты хочешь делать в турции если раньше например ты мог бы там делаешь например ногти открыла у тебя тут вообще просто до чего вообще много чего есть например и лазер и ресницы и депиляция то теперь дипломы нужны на каждую дипломы все подтвержденные у вас коньего у меня турецкие дипломы все подтвержденные. У меня турецкие дипломы, то, что там мои украинские дипломы, у меня есть и международные дипломы, именно американские, вообще американские дипломы у меня есть. Но так как там на моей родине небольшие проблемы, может быть, большие, я не езжу туда. Свои дипломы не привозила. Потому для открытия салона, да, у меня есть два диплома. Один 2446 часов. Это практически два или три года обучения. Есть разворот страницы, какие прям, что проходили. Мы вплоть до... Образование очень серьезное. Это в университете, в Кони в университете. Вплоть до вообще костная система, мышечная система, да, химия материалов. То есть здесь тоже это есть. И плюс еще один диплом Миле Тимбаканлы от Турецкого Министерства Образования. В общем, вы генерируете идеи в вашем семейном бизнесе. Муж у вас турок, и дочка также работает официально здесь. Так она гражданка. Требуется ваш мозг, ваши дипломы. Все, что касается не финансовой, наверное, документальной части, это лежит на плечах вашего мужа. Мужа, и плюс поддержка огромная от бухгалтера турецкого, правильно? Естественно, все вопросы мы решаем через бухгалтера. Бухгалтер, у меня полностью все, вот просто все вопросы через бухгалтера. А муж, естественно, занимается вопросами, то, что снаружи бельдие, бухгалтер, карго по Турции, рекламы, и вообще ремонты, и вообще все, все, все. Технические вопросы, это, конечно, с него все. Еще хотят, так интересно рассказывать, и вопросы свои забываю. Вот, обычно в бывших странах СНГ салон маникюра, педикюра, это подразумевает собой и татуаж бровей, и, может быть, губки, пирсинг, и вот все, что касается тела, красоты волос, может быть, даже это парикмахерские услуги, массажи, что есть в вашем салоне, и как это разрешается документально государством здесь? В нашем салоне ничего, кроме ногтей, ногтевого сервиса нет. Абсолютно только то, что мы, то, что связано с ногтями. Наращивание, маникюр, педикюр, различные виды. То есть, это официально невозможно? Ну, официально, да, потому что, если ты должен, если у тебя должен работать, например, ресницы мастер делать, то точно так же должны быть курсы, что мастер прошел обучение. Если у тебя там мастер по депиляции, точно так же мастер по депиляции. В общем, документально и в плане курсов это очень мутерно. Пока, в общем-то, пока особо проверки не копают, но в период пандемии, например, когда все было закрыто, то есть, ко мне пришли, у меня проверили, наличие средств, правил, там, посмотрели все разрешения, потому что приходило три человека, значит, Забита, Сбиледия, полиция и еще кто-то, жандармы, жандармы. Да, три человека приходили, они посмотрели, они посмотрели наличие там, то есть, сначала разрешение налоговое, что все платим, зашли по компьютеру, все пробили, посмотрели, сколько там на, кому я плачу страховку, персонал, все это посмотрели, сказали, все хорошо, до свидания, все разрешения посмотрели, причем разрешение, которое и отбили ДИЕ, а не только там, открытие трудовой деятельности, все посмотрели, сказали, все хорошо. Так, что у вас не будет никаких, дали проверок, я знаю, что у вас все с документами в порядке, просто это все равно немножко стрессовое состояние. Вот Юля никогда не останавливается на месте, она всегда растет, прыгает, идет вперед, и у вас есть новое направление, я знаю, связано с обучением, Юля у меня в сторис, в инстаграме я подписана, и вот смотрела, но не комментировали мы с вами еще этот вопрос, можно разъяснить? Да, есть у меня обучение, занимаюсь я преподаванием, сотрудничаю я со школой, Карделен Академия, значит, дипломы мы выдаем образца Милея Тимбакан-Леи, турецкого министерства образования, то есть с этим дипломом можно открыть свою трудовую деятельность, все на официальном уровне, я даю только курсы маникюра, ко мне приходят студенты, мы как раз сидим за учебными столами, не касаясь рабочего зала, здесь отдельно, я беру только два человека, мы занимаемся, сейчас у меня уже в месяц 4 группы, уже выпустилось, и еще 3 в ожидании, то есть расписание уже составлено, 3 в ожидании, ожидают, когда начнем здесь заниматься, в общем-то, ну вот, что еще рассказать, какие-то есть у вас еще планы, может быть, расшириться в плане офиса, пока планов расширения, в плане расшириться нет, я думала открывать второй салон, и думала в Махмудларе, потом передумала, передумала, в планах у меня есть только то, что сделать онлайн, онлайн, обучение, онлайн курс, не обучение, без обратной связи, качественный онлайн курс, вот мне нужен оператор будет, потом мне нужна качественная съемка, мне нужен качественный перевод, вот даже пишу, тексты вот, пишу, уроки пишу, перевожу, у меня очень хороший переводчик есть, она переводит это все на турецкий, в общем-то да, хорошие, хорошие, хорошие уроки, качественные сделать, вот над этим я сейчас работаю, то, что я думаю, что так, есть другой проект, который у меня, вот я его поработаю, отложу, поработаю, отложу, сейчас как бы уже настал тот период, когда я хорошо вижу, куда мне нужно идти, если вначале ты берешь, ты понимаешь, что ты хочешь сделать, а куда идти, в каком направлении двигаться, еще нет понимания, вот сейчас у меня как раз все так, хорошо по полочкам, сейчас вот сижу и пишу, свободное время, урок за уроком и перевожу, будет готовый урок, и начну снимать видео. Я уверен, что у вас все получится, последний вопрос, я вижу, что уже клиенты ждут вас, не буду занимать ваше время, вот что вы посоветуете дамам, которые переезжают сюда, на ПМЖ, которые умеют работать с ногтями, что они могут сделать, или это нелегально принимать клиентов дома, или попробовать устроиться в какую-то нейл студию, как профессионала совет ваш нужен. Ну, должны понимать, что на свой страх и риск нелегальная работа или трудоустройство, в принципе, с руками и с ногами любой салон оторвет, скажем так, мастера, но без гарантий рабочей визы, каких-то документов, это нужно понимать. Я еще не видела ни одного салона, где была бы открыта рабочая виза мастеру. Ни одного я здесь не видела. То есть я очень хорошо знаю салоны, потому что они все равно все ко мне приходят, покупают у меня, и я ни одного не видела. Да, работают нелегально, да, ну, как бы на свой страх и риск, ну, это можно понимать. Ну, работают. Пока это не контролируется особо. Под вашу ответственность и ответственность работодатель. Я вам благодарю. Ваше эфирное время мы завели. И тебе спасибо. Кленту ждут. Дальнейшего развития желаю счастья, здоровья. Спасибо. А вам, дорогие наши дамы и мужья, семьи, кто будет поддерживать тех, кто приедет сюда заниматься ногтями, красоты, успеха и финансов. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Пока-пока. 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 Пока-пока.